Летняя школа открылась буквально несколько дней назад, а её участники уже пустились в уникальное путешествие в мир языков программирования, 3D-моделирования и компьютерных технологий. Успешный и востребованный IT-специалист должен быть всесторонне развит, поэтому организаторы школы в составлении программы не ограничились только точными и техническими науками. Школьники познакомились с востоковедом, специалистом в области духовных и культурных традиций китайской цивилизации Алексеем Масловым. Все основные технологические изобретения приходят с востоков. Раньше это была Япония, Тайпань, сейчас самый большой суперкомпьютер сделали китайцы. Китай находится на первом месте по количеству технопарков и экспорту нанотехнологий. В этой стране создан специальный восточный QR-код и своя финансовая система. Участники летней школы программирования узнали много новых интересных фактов буквально из первых уст и смогли принять участие в мастер-классе по иероглифам. Практически без отрыва от встреч с интересными людьми в школе идет работа по основным направлениям. Самый главный результат, который мы стремимся достичь, это в первую очередь горящие глаза, интерес к программированию, робототехнике. Ну а также в рамках школы мы стараемся сделать, достичь реально работающего кода. Интеллектуальная транспортная система, которая самостоятельно распознает знаки и следует линиям дорожной разметки. Кто-то скажет, что подобные изобретения – далеко идущие планы ученых, которые воплотятся в жизнь лишь спустя десятилетия. Но начинающий программист из Нижнего Новгорода Максим Бушуев уже сегодня с командой единомышленников трудится над беспилотником, который в скором будущем может стать новым словом в робототехнике. «Разрабатывается определение препятствий на дороге и ведется также отдельная программа для определения усталости водителя и если водителю плохо, на основе частоты его моргания, а также продолжительности глаз открытых и закрытых». Компьютерное зрение – перспективное направление современных технологий. Со своим новым изобретением Максим вошел в состав российской делегации на международной выставке в Японии. Совсем скоро он отправится на IT-форум в Индонезию. «Беспилотники – это наше будущее. И нужно постоянно совершенствовать и развивать алгоритмы. Смотреть, какие лучше, какие хуже, сравнивать, анализировать, экспериментировать. И после этого уже когда-то, я уверен, что не так уж и много времени пройдет, человек уже придет к полностью беспилотному автомобилю». Участникам летней школы параллельного программирования предстоит посетить занятия преподавателей ведущих российских вузов, а также применить полученные знания на практике. Завершится смена 1 июля. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.